Взломав дверь в подвальное помещение продмага, прибывшие на место принялись за демонтаж водопроводных труб. По словам местных жителей, машина с надписью «Отключение должников в сопровождении полиции» приезжала на это место несколько дней подряд. Однако к активным действиям сотрудники в спецодежде Купы РК «Вода Крыма» приступили только вчера. Молча вырезали трубы и уехали. Мы 14 лет арендуем данное предприятие. 14. И просим уже 3 года, чтобы нам продлили аренду. Мы исправно платим налоги, но не являемся никакими нарушителями любого порядка. И вот, находясь в судебных процессах, вот нам отключили электроэнергию, сегодня незаконно отключили воду, хотя у нас нет долгов, нет никаких нарушений, пожалуйста, не может быть в Крыму такого безобразия. Сейчас в подвале обесточенного магазина картина далеко не радужная. Разрезанные ржавые трубы, с которых капают остатки воды. Это все, что напоминает о так называемом отключении неплательщиков. По словам учредителей, никакого объяснения происходящему им никто не дал. Однако они сами догадываются, почему обстоятельства складываются именно так. Кто-то добился своего. Хотя мы 14 лет арендуем это помещение. 14 лет. То есть и считаем, что имеем полное право продолжать продлить аренду этого помещения. И по российскому законодательству мы имеем полное право на это. Говорят, иное будет, иное предназначение этого магазина. Уже полгода магазин живет на генераторе. В июле прошлого года подачу электроэнергии к зданию Продмага прекратили. Теперь нет воды. Руководство единственного крупного магазина в поселке Аграрное намерено обращаться в прокуратуру и добиваться права на ведение предпринимательской деятельности. Но для этого необходимо получить разрешение на продление аренды, которое магазину не дают уже три года. Егор Зайцев, Александр Рыбин. Служба новостей ИТВ. Симферопольский район.